На модернизацию дорог местного значения и улично-дорожной сети Сахалина и Курил в 2021 году направят 3,8 миллиарда рублей. В Сахалинской области в 2020 году было заасфальтировано 74 километра дорог. Более 47 километров твердого покрытия уложили на автодороге Южно-Сахалинск-Аха. Полностью заасфальтировать ее планируют в 2024 году. По инициативе губернатора трасса была передана в федеральную собственность. Это позволило направить высвободившиеся в 2021 году 3,8 миллиарда рублей на модернизацию дорог местного значения и улично-дорожной сети. К устранению дефектов в этом году подошли принципиально по-новому. В рамках большого ямочного ремонта на дорогах Сахалина и Курил было устранено более 8100 выбоин общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Основной объем работ уже выполнили во всех муниципалитетах, кроме Ахинского района. Здесь по поручению губернатора должны закончить ремонт 15 июля. Устранить ямы необходимо будет и во всех дворах сахалинских городов, где не запланирован капремонт. Об этом губернатор области Валерий Лимаренко сказал после прямой линии с президентом страны, где была затронута тема состояния дорог. Также свой комментарий Валерий Лимаренко дал во время обсуждения по прямой линии цен на продукты питания. Есть проблема с ценообразованием. Цены растут, что тут же возникает ситуация, что сравнение с ростом заработной платы, инфляция. Нюансы, они активно обсуждаются. Несмотря на то, что мы буквально не управляем ценами в магазинах на продовольствие, мы должны заниматься темой, потому что она волнует людей. И я вам скажу, что мы выбрали следующий путь. Мы поддерживаем товаропроизводителей сельскохозяйственных. Они с минимальной наценкой торгуют в фирменных магазинах. Мы специально вводим в социальные магазины и делаем специальные преференции для бизнеса, который вводят в социальные магазины. В каждом районе Сахаринской области есть социальные магазины. И там цены на специальные товары, основные товары, которыми пользуется население, ниже приблизительно на 10-20%. И мы за этим все время смотрим. Регулярно выезжаем в районы и посещаем магазины, встречаемся, общаемся с людьми. И понимаем, что для людей, которые считают деньги в своем кармале, это важная мера. И эти люди все время посещают магазины. Вот мы поставили задачу довести этот показатель до 25% от объема всего товарооборота в торговле. И мы с этой задачей справились. И предлагаем вашему вниманию комментарий губернатора Сахаринской области во время прямой линии с президентом касательно вакцинации от COVID-19. Теперь тема вторая, которую нельзя обойти, это связано с ковидом. И, конечно же, она беспокоит всех людей. И вот этот вопрос, который был связан с обязательностью вакцинации, с принудительной вакцинацией, давайте скажем четко и ясно. Несмотря на то, что мы предложили и приняли решение о том, чтобы отдельные категории сотрудников, отдельных предприятий должны прививаться до уровня 60% в коллективе, это не принудительная вакцинация. И наши жители это понимают. Более того, мы специально проинформировали, что если будут такие случаи, дали специальный телефон, и что если будут возникать проблемы, будут обращения. Созданы специальные условия, когда вакцинация стала доступной для людей. Причем в селах, через ФАПы, в районах, через районные поликлиники. Специальные автомобили выезжают для того, чтобы делать вакцинацию в отдельных предприятиях или в отдельных населенных пунктах. Во всех ключевых местах столицы Сахалина, Южно-Сахалинске, значит, стоит техника и небольшие очереди к врачам для того, чтобы делать вакцину. У нас достаточно успешно идет вакцинация, и мы к первому сентября планируем, что приблизительно 60% всего населения, не только вот этих отдельных социальных групп, а всего населения, будет вакцинировано.